Всем привет, дорогие друзья! С вами Сергей и добро пожаловать на канал PlanHelper. В этом видео затронем важную тему, в каких случаях нельзя использовать янтарную кислоту. Я представлю перед вами несколько видов янтарной кислоты, но вы об этом наверняка знаете. Они бывают вот в таких таблетках по 0,25 грамм аптечные. А бывают вот такие вот порошки, очень концентрированные кристаллы 98-99,5% янтарной кислоты. Это стимулятор роста. И вот в комментариях буквально на днях вчера я прочитал о том, что растения пытались реанимировать янтарной кислотой. И это очень большая ошибка. В каких случаях, я вам хочу рассказать и показать, нельзя применять янтарную кислоту. То есть вы сделаете после ее применения растению только хуже. Итак, друзья, приступим к разбору данного полета. Итак, друзья, перед нами банан, который зимует не очень хорошо. Это вообще свойственно для бананов, которые испытывают колебания температуры или которые находятся в недостаточном освещении. У них пропадает середина. Середину я уже вычистил, а по бокам, вот если я горшок поднесу, видно здесь образовывается уже молодая хорошая поросль. Так как банан это по сути трава, он регенерируется очень быстро. Однако середина, вот эта она со временем, она вот твердая, я ее проверил, то есть это хорошо, с корнями особых проблем нет. Но эта середина, она со временем пропадает и для банана это естественный цикл, по которому он эту поросль возобновляет вокруг себя. Таким образом восстанавливается. Что нельзя делать и почему нельзя применять янтарную кислоту в данном случае? Друзья, янтарная кислота, которая продается в любом виде в аптеках, вот в таком вот порошке, при поливе грунта будет стимулировать прежде всего бактерии, которые там находятся. То есть, первое, банан в данном случае и любое больное растение, обращаю это внимание, что больное растение, так само как банан, не потребляет достаточно воды. У него скорее всего проблемы с корнями, у него скорее всего какие-то гнили. И если проблема в данном случае с надземной частью, то есть нет листового аппарата, который мог бы потреблять то питание, ту воду, которую мы даем, при поливе янтарной кислотой будут стимулироваться прежде всего бактерии микрофлора, которые подхватят условно эту янтарную кислоту. Но этой янтарной кислоты, по сути, растению не достанется. То есть, если у вас есть подгнившее растение, которое вы или залили, или которое подмерзло, или на котором вы нашли какую-то инфекцию бактериальную, грибковую, совершенно не важно. И применяете янтарную кислоту, даже вот в таких таблетках, в порошке, совершенно не важно. Вы делаете только хуже. Почему хуже? Так как есть патогены, которые на ослабленном растении живут, как при опрыскивании данных листьев, которые также ослаблены, так и при внесении янтарной кислоты, тем более в грунт, вы этой микрофлоре, отрицательной, негативной, вы даете ей очень сильный толчок к развитию. А растению ничего не остается. Если корни подгнивали, они будут подгнивать после применения янтарной кислоты уж еще большими темпами. И никак этим поливом янтарной кислотой вы растению не поможете. Вторая особенность, почему нельзя даже опрыскивать растения, у которых на листьях вот такие проблемы. Сейчас я вам покажу. Эти проблемы на банане возникли во время того, как здесь начали листья усыхать, вот начиная с этого центрального ствола. Они затеняли вот эти вот молодые ростки и они в момент недостаточного освещения в этот период начали немножко портить вот свой краешек. То есть там вентиляция была нехорошая, так как листья затеняли, освещенность очень маленькая, листья пробились, но они не работали. Поэтому на них вот в этой части образовываются инфекции, бактериальные гнили, которые наряду с тем, что ткани у листочка тонкие, то есть они в буквальном смысле тонкие, эти поражения развиваются очень-очень быстро и разовьются еще быстрее, если вы примените янтарную кислоту. Диантарная кислота, помимо того, что это стимулятор, это прежде всего кислота. И кислота, вы должны знать и понимать, вот как это работает, она мембраны вот этих вот клеток, она их в буквальном смысле слова размягчает, увеличивает проникновение питательных веществ внутрь клетки, внутрь вот этих вот своев листа и в буквальном смысле вместе с питанием туда проникает и распространяется и вот эта вот инфекция. Поэтому если вы применяете янтарную кислоту даже путем опрыскивания, но на растениях, на которых вы не ликвидировали основную причину заболевания, вы делаете этим только хуже, особенно при поливе грунта и я уже даже не говорю об опрыскивании, так как оно тоже в данном случае вредное. Нельзя применять янтарную кислоту в данном случае. В каком же случае можно применять янтарную кислоту? Вот, например, рассмотрим растение, вот гибискус растет, у него корней тут уже просто масса, он тут стаканчик их уже напустил. И применять, например, можно по листу, так как лист абсолютно здоров, но мне необходимо его еще больше простимулировать, чтобы у него питание вот этих листьев улучшилось, чтобы удобрения усваивались лучше, то я, конечно же, могу вот эту часть опрыскать, так само вот эту часть, где уже ботанизация. То есть никаких инфекций нету, ничего такого нету. И даже полить я тоже могу, так как вот эти вот корни быстро, непосредственно сами усвоят ту янтарную кислоту, которая к ним попадет. То есть здесь корней достаточно, они работают в таком мощном режиме, который эту янтарную кислоту усвоит. Гибискус данный я поливаю, наверное, два раза в неделю, так как он очень быстро сохнет. А этот банан я уже не поливаю полтора месяца, так как корни в нем в буквальном смысле слова не работают. И грунт, который, кстати, здесь находится, он уже в буквальном смысле слова начинает приобретать не очень такой свежий запах, так как корни в нем не работают, развиваются патогены. И влага, которая здесь накапливается и не расходуется, она со временем способствует развитию всяких грибков и прочих вещей. Но если нельзя янтарной кислотой поливать, то спросите вы, а чем же тогда его вообще можно поливать и любое растение реанимировать, если оно вот в таком состоянии. Конечно же, этот банан очень такой еще способный на то, чтобы регенерировать и получить даже больше растений, чем было изначально. То есть, тут было посажено это, в принципе, одно растение. И конкретно в данном случае я буду этот банан реанимировать кальциевой селитрой, не поливом, а опрыскиванием кальциевой селитрой по листу в очень маленькой концентрации. Почему кальциевой селитрой? Объясню вам наглядно и доступно, чтобы это было понятно. Вот на примере вот этого вот листочка, который поражен, то есть он вообще очень-очень истончен, в нем явно не хватает питания, у него клеточные стенки слабые, и корневая система также не отличается особой-то силой. Поэтому, чтобы прежде всего остановить этот процесс, я опрыскиваю вот эти вот части данного листа. Первое. Фундазолом, чтобы предотвратить дальнейшую инфекцию. Фундазолом я этот банан уже обрабатывал. Пишу вам просто, чем я его обрабатывал. В плейлисте болезни растений вы можете увидеть, как я развожу фундазол. Я уже неоднократно это показывал, чтобы не останавливаться на этом моменте, я указываю и идем дальше. Дальше сегодня обработка после того, как подействовал фундазол, будет уже кальциевой селитрой. Зачем нужна кальциевая селитра? Она нужна прежде всего для того, чтобы укрепить клеточные стенки растения и для того, чтобы усилить развитие корневой системы. Так как кальций, он очень необходим для развития корневой системы, для усвоения азота. И вот на таких растениях, например, там как томаты или прочие рассады, он при опрыскивании предотвращает появление верховой гнили. Ну не только томатов, а вообще всего, что вы обрабатываете. Почему гниль, подобная вот этой, приостанавливается на растениях, которые вы обрабатывали кальциевой селитрой? А все потому, что кальциевая селитра, благодаря кальцию, который входит в ее состав, укрепляет клеточные стенки. И они становятся не такими чувствительными к проникновению различнейших инфекций, которые могут саму клетку, сами ткани поразить. Сколько я применяю в данном случае? Вот у меня такой маленький совершенно флакончик, состоянный нехлорированной водой. И на этот флакончик я буду буквально 4 гранулы вот этой кальциевой селитры добавлять. Много не нужно. То есть, вот я объем на глаз насыпал, вот гранулы 2 попало, и добавлю я сюда еще 2. Все, этого достаточно. Примерно, конечно, это все. Главное, еще в этом всем случае, в этой всей истории, лучше не добрать, чем перебрать. Лучше вы проведете 2 обработки с каким-то коротким интервалом, чем вы будете обрабатывать за 1 раз, но очень концентрированным раствором. И все питание, оно не усвоится. Сейчас подождем буквально 1 минуту, и кальциевая селитра полностью растворится. Итак, вот кальциевая селитра полностью растворилась. Никакого совершенно осадка гранул, никаких крупиночек не видно. Она растворяется очень-очень быстро на глазах. И с помощью такого распылителя, который очень удобно использовать, если вам нужно локально что-то обработать, буквально 2 минуты, и вы уже готовы к работе. И вот так я опрыскиваю именно сами листья, которые мне необходимо укрепить. И также даже вот эти вот маленькие такие ростки, которые вот только-только пробиваются, вы также обрабатываете. Обрабатываете зачем? Во-первых, чтобы они получили азот вне корневой подкормкой, и благодаря кальцию они уже росли крепкие. Янтарную кислоту нельзя применять, если вы поливаете или опрыскиваете, например, вот этот вот ствол. То есть, если у вас он в середине подгнивает, или какие-то вы подозрения видите, что с ним что-то не то, то при попадании янтарной кислоты у вас подгнивание это усилится. Нельзя этого делать. Пожалуйста, не применяйте янтарную кислоту в таких случаях. Это делать очень опасно. И таким применением, непродуманным, неуместным, очень-очень легко навредить. И при этом ущерб будет, я бы сказал, необратим. То есть, есть какие-то изменения обратимые, а есть необратимые. То в данном случае, та бактериальная среда, грибковая, которая возникнет в вашем грунте, она приведёт к необратимым изменениям. То есть, даже если вы будете пересаживать, у вас патогены разовьются до такой степени на корнях, что при пересадке в новый грунт вы их же в новый грунт и перенесёте. Остатки кальциевой селитры, которая вот здесь осталась, вы можете спокойно хоть вылить, хоть опрыскать другие растения. Даже тот же самый гибискус, который очень-то хорошо выглядит. Вот у него такие верхушки крепкие. И я кальциевой селитрой его также обрабатываю, но не целенаправленно, а в основном излишки какие-то, как в данном случае. Вот он стоит отдельно от всех растений на стеллаже. Обязательно по нижней стороне листа я обрабатываю. И как видите, листья у данного гибискуса, они крепкие. И были кратковременные признаки калиевого голодания, ну, внёс я монокалийфосфат и всё. Дальше проблемы эти уже все приостановились, и всё, больше они не возвращаются. Листья, как видите, крепкие, и ветвится он очень-очень хорошо. При том, что так-то я его и не прищипывал, и даже уже и цветёт. Итак, друзья, я рассказал вам, почему нельзя применять янтарную кислоту, в каких случаях это нельзя делать. Берегите ваше растение, применяйте ваши все препараты с умом и с осторожностью. И тогда положительный результат очень-очень быстро появится, и ваши растения будут вас радовать. А бюджет, который вы тратите на все эти препараты, он будет очень-очень эффективен. Напоминаю, что на своём канале я выкладывал также и ролики, посвящённые определению дефицита питания по внешнему виду растения. И если у вас наблюдаются такие же симптомы, то, пожалуйста, пересмотрите данный ролик. Я указывал все названия препаратов от калиевого голодания, от кальциевого голодания. Итак, друзья, спасибо вам за просмотр. Пишите комментарии, пишите ваши вопросы. Здоровья вам и вашим растениям. И до новых встреч, друзья. Всем пока.